Утро ТВ в эфире всем. Прекрасного начала дня. Завтра у нас на календаре суббота, правда она, к сожалению, рабочая, но тем не менее это вторая суббота мая. А этот день объявлен национальным днём посадки леса. У нас в гостях человек, который начал сажать лес самостоятельно по собственной инициативе ещё до того, как этот день был объявлен всероссийским. Встречайте, Любовь Иванова, жительница Екатеринбурга, человек, который высадил леса. Доброе утро. Правильно ли мы понимаем, что есть люди, которые добровольно помогают детям, есть те, которые добровольно помогают каким-то животным, а вы, ваша команда добровольцев, помогаете лесу, лесам? Я бы так не сказала, что мы помогаем лесу. Всё-таки наша инициатива направлена на то, чтобы создать для людей, которые живут в нашем городе, в нашей области, здоровую среду. Потому что лес необходим для того, чтобы у нас был с вами чистый воздух, чтобы нам было с вами где гулять, чтобы мы собирали ягоды, грибы. Ну да, скажите, а почему вы занялись этим? Разве больше это делать некому? Ну, конечно же, многие скажут, что вот, есть лесничество, и это их работа заниматься восстановлением леса. Безусловно, это так, но многие, наверное, наслышаны о том, что у сотрудников лесного хозяйства не такая высокая зарплата, и, в принципе, от них напрямую я слышала об этом. И, конечно же, людей очень не хватает, так как всё-таки штат небольшой, и сотрудников не так много. А сажать большие объёмы площадей, это сложно. Действительно, вот мы работаем большим коллективом, человек 15, 20, 40, вот в последний раз у нас было на посадке. Ничего себе. И работа действительно занимает практически целый день, а ещё дольше потом этот лес должен расти до тех пор, чтобы вот стать большими деревьями, и где будет действительно интересно. А кто ваша команда? Где вы находите этих людей? Вы сказали, 40 человек. На самом деле всё достаточно просто. Я вот, если честно, не особенно даже привлекаю своих друзей, вот с которыми я общаюсь каждый день, и там родственников не привлекаю для этого. Ну, есть у нас такая любимая городская площадка Е1, форум городской, на котором есть очень интересная для меня ветка самодеятельный туризм и краеведение. Я просто очень давно, с детства люблю гулять в наших лесах. Это такой традиционный советский туризм, скажем так, невыездной. Вот. И там действительно очень много людей, которые так же, как и я, любят наш лес. И вот вы можете, наверное, сейчас их видеть на этом кадре. Это наша была первая посадка, первая поездка в лес на восстановление. А скажите, а почему вообще леса нуждаются в восстановлении? Они что, выгорают, вырубают их или что? И то, и другое. Вот как вообще ко мне пришла эта идея, почему я решила заняться восстановлением леса? Дело в том, что как-то мы очень любили ездить одно время на Усинские пещеры, это Пермский край. И мы посещали там пещеру геологов, если кто знает, может быть известно кому это место. И однажды мы приезжали туда с друзьями, мы видели, что там все кругом покрыто лесом, высокие толстые деревья. И на следующий год мы приехали ровно в то же самое место и увидели просто ужасающую картину, когда все вот эти вот поля, мы шли 20 минут от нашей стоянки до пещеры, и все это место было просто начисто вырублено. Там оставались только развороченные куски там земли, какие-то маленькие сломанные, вот сваленные в кучу деревца, как-то это было просто больно видеть на самом деле. И я задалась мыслью, как можно сделать так, чтобы вот этого мы видели как можно меньше, и поняла, что есть единственный способ. То есть мы не можем не сажать тех людей, которые так варварски относятся к нашим лесам, мы не можем предотвращать продажу леса, да, там, скажем, на экспорт. Ну не обязательно на экспорт, мы тоже все пользуемся деревянными изделиями, бумажными. Просто из последних рук, так скажем, у меня знакомые вот буквально на днях приехали из Перми, они там пытались узнать, как выделили им участок для строительства дома своего, там леса не хотели получить. Сказали, что этот участок, он как бы есть, но деревьев там фактически уже как бы нет, потому что они по контракту отгружаются в Албанию. То есть для наших же жителей уже становится проблемой прийти в такое место, где можно действительно погулять, подышать чистым воздухом и наслаждаться красивым пейзажем. Ну хорошо, вот в ближайшее время, когда и где будет происходить какая-либо посадка? Где к вам можно будет присоединиться? Вот буквально на 13-го числа воскресенья, то есть у нас традиционно, конечно же этот день проходил вторую субботу мая, но она рабочая сейчас, и мы уделили выходной день, 13-е воскресенье. Мы в 8 часов утра собираемся на железнодорожном вокзале, едем до станции Гравийный. Это Белимбаевское лесничество нам предоставило возможность поучаствовать в Тарас. А саженцы-то с собой везти или как? Нет, саженцы нам уже готовят на месте, то есть они все заготовлены лесничеством. И лопаты на месте. Да, только сажается это не под лопату, это сажается мечом Колесова, специально узкая лопатка, которая втыкается в землю, делается треугольная луночка. То есть, грубо говоря, чтобы к вам присоединиться, нужно просто самому прийти и иметь желание, да? Да, конечно. Во сколько и где вы встречаетесь на железнодорожном вокзале? С 8 утра до 8.15 и у главного входа мы будем. Отлично, спасибо. Любовь Иванова, энтузиаст леса, эдакый, хотел сказать, друид. В общем, человек, любящий лес и восстанавливающий этот лес, был сегодня у нас в гостях. Ну, а наша программа продолжит обзор культурных событий. Мы узнаем, что сегодня можно будет посмотреть и послушать, и где в выходные прикоснуться к культуре Японии.